Первых спикеров очаровательную Ксению Лычагину, которая знает о проекте Project V все и Ирину Анатольевну Яковлеву, кандидата медицинских наук, врача-нутрициолога и лидера уровня ВИП. Встречаем! Ирина Анатольевна, я очень рада вас приветствовать, очень здорово, что вы добрались до нас, это огромная честь для нас и спасибо, что приехали. Хотела бы, наверное, чтобы многие партнеры услышали из первых уст от вас, как много человек в вашем комьюнити, какие-то истории, самый сложный момент по приглашению, самый легкий момент. Было бы очень интересно, я думаю, для новых, вновь присоединившихся партнеров, это бы стало, скажем так, своим, ну скажем так, инструментом для работ дальнейшей. Спасибо, Ксения, за вопросы. Я тоже очень рада всех приветствовать. Рада, что, несмотря на такую эпидемиологическую ситуацию, я безопасным образом добралась до Москвы, Санкт-Петербурга. Сотрудничаю я уже около 20 лет, вот 2 ноября будет 20 лет, а 19 лет, как я сертифицированный врач-нутрициолог. И естественная задача поставила рассказать как можно большему числу людей о том, что можно сделать для улучшения своего здоровья и качества жизни, потому что меня так учили в санитарно-гигиеническом институте, что будущее принадлежит медицине профилактической. Вот я ее сделала своим настоящим. Что касается числа людей, то они то приходят, то уходят, да, как волны, это волнообразный такой процесс. Бывает, что приходит там по 7-5 человек в месяц, да, новых людей присоединяется. Вот. Вопрос в другом, что есть люди, которые уже очень готовы, и на моей практике был просто потрясающий случай, когда вот встреча продолжалась всего 5 минут, максимум, наверное, 5 минут. И человек, это была пастор протестантской церкви, она мне сказала, не надо мне объяснять никаких вот этих вот ваших схем. Я знаю, что Бог сказал Моисею, научи нескольких человек, они научат еще нескольких, те еще нескольких, и таким образом тебе будет гораздо легче. Вот. А что касается натуральных вещей, тоже ей было объяснять не нужно. Самый сложный кейс – это наши ближайшие родственники. Для меня это моя мама, экономист, который занимался макроэкономикой. И, естественно, у нее всегда были вопросы и возражения. Но жизнь ее учила не я, а жизнь. Я только ей помогала при этом выздоравливать. Там было много ситуаций, они описаны на соответствующих порталах. Вот. Вот. Поэтому у меня, я приехала, собственно говоря, к вам с вопросами, Ксения. Мы их собирали от многих партнеров, и не только тех, которые вот близко со мной общаются, от партнеров разных стран. Поэтому позвольте, пожалуйста, вам задать вопрос вот такой. В течение 24 лет, который существует в нашей комьюнити, всегда продукция отличалась высочайшим качеством. И мы знаем, что были проведены в начале 2000-х годов клинические испытания биологически активных добавок, витаминно-минеральных комплексов, Федеральным исследовательским центром питания, Российской академии медицинских наук и другими медицинскими учреждениями нашей страны. Они получили высочайшую оценку. Была достоверность отличий, вот, и результативность продукции установлена. Расскажите, пожалуйста, о перспективах, о том, что грядет сейчас, какие клинические испытания новой продукции Project V будут. С удовольствием. Конечно, мы все знаем, что БАДы – это в первую очередь питание, а значит, это Федеральный исследовательский центр питания РААН. С Институтом питания сейчас уже идет плотная работа. После встречи последней с Виктором Александровичем Тутыльяном мы решили возобновить наше прежнее сотрудничество по многим пунктам. Но, конечно, в первую очередь обсуждались клинические испытания. И не хочется забывать, что у нас есть продукции разных категорий, например, ПЭЭ, помогающие со сном и стрессом. И логично останавливаться не только на институте питания, а использовать и другие ресурсы. И в данный момент сейчас ведутся также переговоры с Институтом междисциплинарной медицине на базе первого меда. Туда будет очень актуален наш продукт. И они, в принципе, изучают все формы стресса, сна. И огромная база людей, с кем мы могли бы также работать по этим испытаниям. В дальнейшем, конечно, мы планируем расширяться. И количество медицинских учреждений, с кем бы мы также могли работать, будут также расширяться в различных направлениях. Спасибо огромное. Успехов Вам в этом. Среди членов нашего большого сообщества есть люди из разных стран. Из стран Союза независимых государств, из стран Ближнего Востока, из Вьетнама, из Соединенных Штатов Америки, многих-многих других стран. И, естественно, законодательные базы в этих странах, что касается пищевой продукции, витаминно-минеральных комплексов, они различны. Пожалуйста, расскажите немножко об этом. И что в связи с этим, какие у Вас есть трудности при регистрации продукта, при отправке, логистика как-то? Да, я постараюсь достаточно кратко описать некоторые особенности, так как очень важно, чтобы все понимали именно механизм, и просто что происходит внутри компании, как проделывается эта колоссальнейшая работа, чтобы отправить продукты сейчас во время пандемии. И сейчас для логистики, в принципе, непростой период, и за счет этого мы работаем, конечно, все равно в ограниченном режиме и транспортном потоке. И в отсутствии регулярных пассажирских рейсов, может быть, для многих это будет таким небольшим открытием, но очень часто грузы перевозятся именно пассажирскими рейсами. И в связи с тем, что сейчас рейсы отменены, то мы стараемся, скажем так, все равно размещаться и искать различные пути. И сейчас мы можем до трех недель ждать, пока освободится место, пока забронируется нужный и необходимый нам самолет. И, конечно, тут нельзя не сказать, что это своего рода везение. Плюс у нас достаточно сильная команда, директор по логистике наша Елена Сережкина очаровательная, которая тоже, в принципе, я думаю, своим таким очарованием помогает. И, конечно, мы стараемся использовать альтернативу. Это в виде отправки авто в те страны, куда это возможно, чтобы увеличивать, да, как бы, скажем так, постоянную вот эту вот доставку, да, и сокращать логистическое плечо таким образом. Но, конечно, у нас есть и очень сложные направления. Это такие, как Ташкент и Киев. Допустим, в Узбекистане с 1 августа введен новый закон, да, который, в принципе, ну, скорее всего, сократит количество импорта, к сожалению. Вообще других товаров. Да. И прежде хотела сказать еще, да, про то, что вот сначала про Киев и Ташкент, что нужно пройти ряд таможенной очистки, да, прежде чем вообще отправить в данные продукции. И очень сложный алгоритм работы. На протяжении месяца производство должно ездить и собирать необходимые документы перед отправкой. И так это происходит практически сейчас при каждой отправке. И нам необходимо время, чтобы наладить, скажем так, такой режим между производством и нашей компанией, что достаточно сложно. Что касается вернуться к Узбекистану, с 1 августа на наши БАДы будет, это обязательное условие, должна быть заводская упаковка на узбекском языке, которую должны делать для нас специально на Франции и во Франции. А это задействование всех служб, как у нас, так и на фабрике, так как нужно перечитать заново количество, проверить, срочно подготовить этикетки, необходимые документы. Правильный перевод сделать. Конечно, согласовать упаковки. И все это нужно сделать с согласованием с определенными инстанциями и органами. Но я честно уверена с тем, что как у нас пока что все идет, мы справимся. И, конечно, мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры в Узбекистане нам помогут. И мы сможем и дальше... Поддержат вас тоже активно своим трудом, да? Да, конечно. Для нас это очень важно, что партнеры смогут еще с большим желанием помогать нам. Спасибо. Удачи вам в этом. Да, спасибо. Среди моих партнеров есть много специалистов, ну, врачей разных профилев, это, естественно, я выросла в этой среде, что называется. И их привлекло сотрудничество с нами именно потому, что это высокие стандарты качества. И поэтому я вас попрошу поподробнее немножко рассказать о стандартах качества продуктов питания, биологически активных добавок, о стандарте GMP, HACCP, ISO 22000. Да, конечно. Очень важно понимать про наши сертификаты, так называемые высокие стандарты качества, которые мы, конечно, как уважающая себя компания соблюдаем. Расскажу немного о каждом, потому что я уверена, что многие партнеры работают с людьми, знающими, как вы сказали, и разбирающимися. А значит, мои 2-3 предложения, да, смогут более подробно, да, еще рассказать все-таки о каждом. И вызвать к нам еще больше уважения и доверия. GMP. Что касается данного сертификата, это знак качества используемого сырья и технологий производства. Только самые безопасные продукты и товары, удостоенного этого сертификата. Производители фармацевтические продукты и БАД, изготовление, которое обязательно рекламентировано GMP, проводят процедуру строгой аккредитации. Затем в качестве подтверждения соответствования требований, правил, уже компания получает данный сертификат. Но расскажу такую интересную историю, она немножко грустная, но показывает всю суть данного сертификата, как он важен. Есть такой препарат, вы, наверное, слышали, это ледомид. Да, конечно. Он был представлен на рынке как снотворное и лекарство для борьбы с утренней тошнотой во время беременности. И когда регулирующие учреждения выдавали разрешение на продажу данного препарата, они еще не знали, какими побочными действиями, вообще эффекты он имеет. Оказалось, что данный препарат обладает тертогенным эффектом и вызывает уродство внутритробного плота. То есть дети, чьи матери принимали талитомид при рождении ребенка, получали его с деформированными конечностями. Что огромная трагедия. И самое ужасное, что общее количество случаев достигает около 10 тысяч человек. Это огромное количество и в медицине, да, и это ужасно. Поэтому понимаете, как важно сейчас, что появился такой стандарт качества, как GMP. И также, конечно, он говорит про то, что продукт не содержит вредных ингредиентов на разработку. Привлечены только высококвалифицированные специалисты. Отобрано, конечно, только лучшее сырье. Вот я постаралась тогда большими мазками рассказать самое важное. И хочу заметить, что еще раз, что далеко не все компании имеют данный сертификат. Его очень сложно получить. Особенно европейский. Да, да. Осталось еще два важных сертификата. Постараюсь покороче немножечко рассказать. На простом русском это система HASP. Она была разработана в 1960 году. США и именно компании Пилсбери для работающих в НАСА на тот момент астронавтов, которым было важно, да, что они едят. И, в принципе, да, соблюдать безопасность пищи. И смотреть на риски при приеме тех или иных продуктов. В переводе с английского, да, таким простым языком, это переводится как анализ рисков и критические контрольные точки, что определяет суть этой системы. То есть это полный анализ циклов всех, всех циклов производства. Затем, также это, конечно, впоследствии помогает снижать браки и возвраты, да. Но это касается уже таких медицинских учреждений, аптек, возможно. Скажу честно, этот сертификат очень сложный для объяснения вот именно обычному потребителю. Для исполнения тоже. Да, да, да. Но тот, кто работает вообще в индустрии здоровья, производства, питания особенно, очень часто обращают на него внимание. Так как анализ рисков, он в любой сфере очень важен. И особенно в нашей. Ну и напоследок, это наш сертификат ISO 22000. Это одна из наиболее, наверное, востребованных и основных мер качества именно функционирования пищевой промышленности. Так как простым, опять же, русским языком, это безопасность качества пищевой продукции. И каждое предприятие должно пройти длительные проверки по санитарно-гигиеническим нормам, что очень важно, правильному обращению с сырьем, опять же, и очень прочими важными моментами именно в самом производстве. И подвести итог, каждый сертификат – это гарантия того, что производство прошло жесткий аудит, аккредитованный государством организации, который в некоторых случаях проходит даже по два раза в год. Это огромный и стресс для производства, да, и постоянные все равно проверки. И очень важно, что у нас есть эти сертификаты, мы всегда можем… Это естественно, да, БАДы – это продукт питания. Да, и мы об этом всегда смело заявляем и гордимся этим. Здорово. Вот еще такой есть вопрос от партнеров, которые давно уже в комьюнити. Потому что сейчас появилась новая линейка продуктов Project V, и партнеры хотят правильно, полноценно, ну и коротко представлять наше уникальное торговое предложение. Вот как Вы его для них обозначите? Про наше уникальное торговое предложение я могу честно говорить часами, так как продвигать продукт, чтобы продвигать, мы должны болеть брендом и продуктом. И я считаю, что наш проект вообще уникален. И сейчас постараюсь выделить, да, некоторые пункты. Это, конечно, богатая история бренда. Наш бренд существует с 1996 года. Это производство Франция с заводом, который входит, между прочим, в топ-5 заводов по производству БАДов. Это также важно. Формулы, которые разрабатываются лучшими фармацевтами. И сочетание наших трав и витаминов, которые также все отмечают. И, конечно, высокие требования к качеству, как я сказала ранее, это наши сертификаты, опять же. И очень важно ребрендинг, который мы провели в 2019 году, который помог, правда, компании продолжать работать с новыми возможностями, новыми идеями. Мы создали уникальную упаковку, уникальный дизайн, который, в принципе, на самом деле, наверное, удивляет каждого, начиная от врачей, заканчивая нашими, конечно, потребителями конечными. И, наверное, практически невозможно встретить среди БАДов и лекарственных средств такие упаковки. Конечно, это также улучшенная формула по сравнению с предыдущими годами. Мы идем в ногу со временем. И именно еще поэтому мы стараемся увеличить наш охват в СМИ. И приглашаем сейчас лидеров мнения. Ну и, конечно, один из последних, но главных тоже также пунктов – это синергия внутри проектов. У нас есть потрясающее приложение «Сессия», в котором постоянно появляется огромное количество новых клиентов. Это рестораны, фитнес-клубы, магазины. И те, кто пользуется данным приложением, хочу такую ремарку сказать, что надо не забывать пользоваться данным приложением, потому что на ежедневной основе мы все встречаемся с друзьями, ходим в рестораны. И мы всегда можем, да, иной раз проверить, где уже установлено наше приложение, и провести приятное, совместить приятное с полезным, да, встретиться с друзьями и получить потом еще за это кэшбэк. И друзьям помочь сэкономить. Да, конечно. И это очень также важно. Плюс люди, которые скачивают «Сессию», да, пользуясь, опять же, фитнес-клубом, они также видят, что представлен наш продукт, а для нас это все те же новые люди. То есть вот эта вот, да, скажем так, синергия, она очень важна. И, наверное, вот из таких основных пунктов, вот сколько я причислила, 5-6, я думаю, что это важно. Это действительно важно. Но все-таки я хочу вас уточнить, вот моменты по вопросу узнаваемости бренда, о перспективах сотрудничества с лидерами мнений. Только ли это будут члены медицинского сообщества и спортсмены, или это будут еще какие-то люди, которые оказывают влияние, да, на формирование общественного мнения, средства массовой информации, вот об этом подробнее. В данный момент мы очень много посвящаем этому времени, смотрим за спортсменами, да, за врачами, как они преподносят информацию, стараемся найти людей, которые близки, вот как мы проговорили, к нашему, да, уникальному товарному предложению, к философии нашего проекта. И будут идти в унисон, конечно, с политикой компании. Мы ищем абсолютно из разных областей, то есть мы не останавливаемся только, да, врачи, фитнес. Мы никогда не знаешь, где ты можешь найти своего клиента. И про здоровье сейчас говорят, на самом деле, на каждом шагу. Поэтому нам нужно найти просто, скажем так, лидеров мнения, откликающихся, да, которые также готовы с нами сотрудничать. Очень непросто было вначале преодолеть недоверие врачей, так как к БАД, ну, у всех свое отношение. И мы приглашали на бриф одного специалиста, у меня уходило по полтора-два часа, то есть это была такая серьезная, долгая работа. Мы говорили про каждый продукт, про производство, про сертификаты. Но в дальнейшем это все стало работать на нас. И врачи, понимая, что, да, какой продукт у нас качественный, они начали рассказывать другим. Таким образом случился вот этот вот, да, эффект сарафанного радио. То есть врачи дают рекомендации своим коллегам. Да, конечно, да. И специалист, ну, как бы стало быстро понятно, что о наших продуктах можно и нужно говорить, что очень важно. И они уже сами тянулись к нам. И после наших прекрасных выпусков, уже трех выпусков F3 Tour, конечно, да, к нам приходит много запросов о желании сотрудничать с нами. И мы, конечно, видим в этом большие перспективы с точки зрения, вот, да, то, что вы сказали, дальнейшего развития. А также, конечно, значимым инструментом остается эта публикация в СМИ. И я считаю, что очень важно выбирать издание правильно. Так мы начали с одним из первых сотрудничать, это с Forbes, у которого всегда был и остается высокий рейтинг доверия среди всех сфер. И мы очень рады, что у нас так хорошо получилось повзаимодействовать. И не так просто попасть в Forbes, наверное, я думаю, многие знают, да и вообще в СМИ. Поэтому вот, Ирина Анатольевна, пользуясь случаем, буквально хотела такой маленький сделать розыгрыш для наших партнеров как раз-таки от Forbes и разыграть небольшой подарок. Именно, вот, к сожалению, в нынешних условиях это будет актуально. Это вот респиратор, да, вот такой вот интересный. Много разового использования, да? Да, да, что очень важно. Для этого необходимо будет ответить на вопрос правильно, нужно будет написать ответ в чате. И после этого наша команда, когда увидит правильный ответ, напишет стоп. После этого ответы уже не будут приниматься. Поэтому, внимание, вопрос. В мае у нас вышел журнал Forbes со статьей про Project V под названием «География иммунитета». Как редакция визуализировала продукт D? Сделаю такую небольшую подсказочку, да, в виде именно какого продукта они увидели... Продукта питания. Продукт питания, да, сейчас чуть не подсказала. Спасибо большое. И пишите ваши ответы. После того, как вы напишите правильный ответ, наша команда с вами свяжется, и вы уже сможете получить этот прекрасный респиратор. Спасибо большое, Ксения. Какая маленькая. Неожиданная, приятная. Такое для всех. Но все равно я продолжу свои вопросы, и, пожалуй, наверное, такой совсем на злобу дня вопрос, потому что наши опытные пользователи, опытные члены сообщества, они интересуются перспективами расширения ассортимента продукции, преимуществами наших новых продуктов линейки Direct Hit. Вот об этом. Конечно, перспективы расширения у нас огромные, и идей множество. В данный момент, конечно, мы разрабатываем Direct Hit 2, это новые браслеты, и, конечно, наша долгожданная линейка косметики. Я уверена, что все будут в полном восторге. Стожу сразу, что следующим по Direct Hit 1 мы ожидаем БР и ИНТ, чтобы всем было проще, да, это Brain & Flex и Enjoy & T. И, конечно, мы безумно ждали наши новые продукты, самые первые, это ОСЛВ. И сразу скажу, бронируйте в своих календарях. На следующей неделе мы планируем вебинар, который состоится уже 30-го числа, в этот четверг, на котором специалисты Trading Point расскажут подробнее, что добавилось, почему, ответят на самые популярные вопросы. Да, мы передавали их через вас, производители. Да, их огромное множество, и это здорово, что наконец-то, да, состоится, потому что раньше они так же не могли из-за того, что пандемией им было нельзя. И сейчас, вот как раз-таки, да, мы затронули ОСЛВ, и тут у меня, Ирина Анатольевна, вопрос к вам, на самом деле, как к огромному профессионалу, специалисту в области медицины, партнеру, который пользуется нашей продукцией уже очень давно и знаком, да, с ней не понаслышке. И вот, что касается ОСЛВ, как вы считаете, что для вас, как бы, сами эти продукты, какие эффективные ингредиенты, для чего помогают? Вот, хотелось бы такой краткий экскурс для, может быть, новых партнеров, кто не знаком бы старой продукции. Ну, и для старых партнеров, которые интересуются, что же там такого удивительного будет, да? Да, конечно. А вот услышать от вас вашу обратную, ну, связь? Ну, начну я с того, что вот линейка Classic Heat, она восполняет ежедневные суточные недостатки в потребностях в тех или иных нутриентах. А что касается Direct Heat, это линейка прямого попадания, и туда включены уже большее количество того или иного активного ингредиента, и он вот действительно будет работать в синергии с другими компонентами для того, чтобы решить определенные задачи. И очень актуально для жителей мегаполисов, для людей, которые имеют интенсивные физические нагрузки, для людей, которые употребляют лекарственные препараты длительное время, для людей, которые работают на предприятиях с вредностями химическими, например. Ну, а прежде всего для жителей мегаполисов это однозначно, потому что это нагрузки токсические вещества в воздухе, в воде, в пище, в средствах бытовой химии и так далее. Это антиоксидантная защита. Что это такое? Есть свободные радикалы, которые образуются вот в процессе превращения всех вот, ну, перечисленных, да, вредных веществ, и их нужно нейтрализовать для того, чтобы организм мог продолжать нормально функционировать, чтобы сердце, сосуды, мозг и другие органы и ткани нормально функционировали, а они разрушались вот этими свободными радикалами. И для этого вот такой огромный комплекс ЛВ и предназначен. Чем он мне импонирует вот сейчас именно этот комплекс? Тем, что он решает задачу недостатка собственных средств, вот ресурсов организма в защите антиоксидантной, а есть собственная антиоксидантная защита. Поэтому это такие компоненты, как Л-глутатион, супероксид дисмутаза, и вот мне интересно, как ее стабилизировали, и цинк. Есть удивительный компонент, отличающий вот этот ЛВ, это экстракт ягод Годжи. Ну, мы знаем, что это новые технологии, что экстракты, они содержат большее количество активных ингредиентов, в частности, кверцетина, зеоксантина, то есть вот таких биофлавоноидов, которые нужны для защиты сердечно-сосудистой системы. Это фитостеролы, это 21 микроэлемент, это 13% белков, причем это сбалансированная формула по незаменимым аминокислотам, то есть вот это закрытый такой будет предприятие законченного цикла такое, да, не говоря уже о том, что там по-прежнему содержатся ягоды АСА, резвератрол, ликопин, антоцианы, хлорофилл, селен, к которым мы вот уже и в предыдущем, да, левлоне привыкли. Что касается продукта ОС, опять же начну с того, что люди, которые либо имеют большие физические нагрузки, это спортсмены, либо люди, которые имеют химические нагрузки, это наша молодежь, употребляющая газированные напитки, они нарушают обмен кальция в организме, либо это люди с заболеваниями какими-то, либо пожилые люди, которые имеют уже изменение обмена кальция, хрупкость костей, они очень нуждаются в этом продукте, именно им можно восполнить суточную потребность в кальций практически полностью, да, если там увеличить количество капсул в день ненамного. Вот они содержат удивительный компонент, использованный, это морская водоросля литотемия, удивительная, описано еще Кусто, Жан-Жак и Меф-Кусто, там 30 макро- и микроэлементов, дополнено это экстрактом бамбука, это источник органического кремния и цинка, и вот эта формула, она вот тоже завершает цикл обмена кальция, потому что важен не только сам кальций, не только витамин Д3, не только витамин К, но вообще 14 микронутриентов для того, чтобы вот, собственно говоря, включился туда, куда нужно в хилатной форме этот кальций. Поэтому я считаю, что это очень перспективные продукты, нужные практически в каждой семье, потому что, ну, я думаю, что в комментариях напишут члены комьюнити, в чьей семье нет таких людей, да, которые вот в группы входят первых потребителей этого продукта, вот, но и каждый хочет бодро и активно себя чувствовать, заниматься профилактикой заболеваний, о которой мы вот вначале говорили. Редина Анатольевна, спасибо большое, на самом деле, очень интересно, я думаю, что партнеры согласятся, что огромное количество новой информации, да, мы делали такой предпромоушен, рассказывали, сейчас рассказали вы, потрясающе информативно, на следующей неделе расскажет наш завод, это будет вообще... Да, ждем 30 июля, и я с нетерпением. Да, 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 это будет потрясающее комбо, но прежде чем попрощаться, я бы хотела задать три вопроса от президента нашей компании Нарека Сираканяна, это такие вопросы, я считаю, что для вас должны быть достаточно простые, поэтому первый вопрос, это, какие три вида коктейля папарацци у нас имеются? Ну, они отличаются по вкусу прежде всего, я вам скажу о своих предпочтениях, потому что есть вкус банана, банана, есть вкус лесных ягод, есть вкус кофе. Я очень люблю лесные ягоды, и мой кот тоже, мы с ним вместе употребляем коктейль папарацци, он тоже. Ничего себе, с молоком-то, конечно. Ну, я и без молока. Дело все в том, что животных не обманешь, они не знают слова микронутриенты, но полезно они выбирают интуитивно, поэтому это хорошее показатель, у меня есть даже видео, что выбирает животное в нашей семье, из продукции Vision. Вот. Спасибо, да, конечно. Второй вопрос, это какая фраза написана на обратной стороне, розовым цветом, на нашем бестселлере продаж, это упаковки антиокс. По-английски? Как вам удобнее? Тот и тот ответ засчитается. Сейчас попробуем. We create exclusive experience. Нет, а вот что касается именно, скажем так, маленький лозунг, да, это то, что... Да, да. ...из двух слов состоит. Может быть там... Не знаю, могу вам подсказать, что вот у нас аста, небольшая подсказка. А, ну это... Речь шла об антиоксидантах, наверное, вот это, да? Ну, у нас, может быть, я неправильно, да, сформулировала вопрос. Правильный ответ – это сила антиоксидантов. То есть на каждом у нас продукте... Да, там написано «профилактика оксидативного стресса». Да, вот нужно было, да, только для вас. Очень важно, да, тоже хотела заметить, про то, что мы всегда пишем, да, на каждом продукте вот такие маленькие, ну, скажем, девизы, да, каждого продукта, что очень важно. Третье... Чтобы люди понимали. Да, конечно. Да, конечно. Допустим, СН – это энергия, да, и как бы так же с продуктом А. И последний вопрос – это в продукте Д чего больше – экстракта кошачьих когтей или корня имбиря? Ну, понимаете, вопрос... Ну, хорошо, я бы не по количеству формулировала, сколько там граммов чего положено, ведь важны активные ингредиенты, и мы вот говорили о том, что экстракт кошачьего когтя содержит достаточно много активных ингредиентов, которые в минимальном количестве работают с разными органами и тканями, и печенью, и центральной нервной системой. Вот, а корень имбиря в синергии с кошачьим когтем, он помогает улучшить вот биодоступность. Потреблю это страшное слово, о котором, наверное, производители тоже скажут, да, потом у 30-го. Это увеличение биодоступности, собственно говоря, вот этих компонентов, потому что это работа с кишечной микрофлорой, с нормализацией вот переваривания, всасывания, в частности, и этого компонента, и вообще пищи в целом. Поэтому очень мощный продукт, мы его любим. Да, Ирина Анатольевна, поскольку, да, это такое, скажем, спонтанное, и, конечно, не могу не зачитать все ваши ответы. Третий ответ правильный – это по 100 миллиграмм каждого, у них одинаковое абсолютно количество, вот, но поскольку, да, вы настолько специалист, да, что вы сумели еще и рассказать параллельно, это здорово, вот, поэтому хотели бы вручить вам, да, такой небольшой подарок, который будет вам, я уверена, полезен. Это, конечно, книжка, я думаю, которая уже есть, да, у всех, но я думаю, что, может быть, кому-то из ваших новичков она окажется полезным. Ну и, конечно, наш продукт. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ой, ой, какая прелесть, спасибо, я просто рада. Да, пожалуйста, еще раз спасибо вам за ваши вопросы, я надеюсь, что у нас в дальнейшем это будет на постоянной основе, это очень здорово, чтобы партнеры в первую очередь держали руку на пульсе, чтобы они понимали, что происходит у нас внутри компании. И все вопросы, которые были подготовлены вами, это такие животрепещущие вопросы, и спасибо большое. Вот, я хотела вручить вам, да, такой подарок небольшой. Спасибо, что приехали, и надеемся, что, да, в дальнейшем мы будем видеть большее количество партнеров на постоянной основе. Спасибо большое. Радо знакомству личному и сотрудничеству, Ксения. Спасибо вам огромное от всех. Мы очень ценим ваш труд. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.